Утро доброе! Вести Карачаева, Черкесия с вами. Сегодня 28 июня. Если в этот день солнце озаряет небо красными лучами, то ближайшие дни идеально подойдут для рыбалки. А лучшее время для этого дела – рассвет. Кто еще встречает день под небом? Не помешает ли им дождь? Мы узнаем из прогноза синоптиков чуть позже. А сейчас время новостей. Более 30 крупных работодателей представят сегодня в Черкесии около 600 актуальных вакансий. Желающим трудоустроиться представится такая возможность на ярмарке вакансий. Они смогут ознакомиться с профессиями, востребованными на рынке труда, и лично пообщаться с представителями крупных промышленных предприятий, а также узнать о мерах государственной поддержки при последующем трудоустройстве. Также на ярмарке будут организованы консультационные пункты для участников СВО, членовых семей и для граждан, имеющих инвалидность. Напомню, мероприятие пройдет в здании Дворца культуры Черкеска по адресу площадь Гутякулова, 2Б. Начатое в 2017 году в Карачаево-Черкесии федеральная программа благоустройства уже помогла преобразить более сотни дворов и общественных территорий региональной столицы. На текущий год в Черкесске запланирована реализация 15 проектов, которые ранее прошли процедуру согласования с жителями многоквартирных домов. Сейчас строителями ведется работа по обустройству парковочных зон, детских и спортивных площадок, урн, лавочек, освещения, полисадников, на которых горожане смогут высадить деревья. На этот год запланировано благоустройство 15 преддомовых территорий, которые охватывают 25 многоквартирных домов. То есть где-то есть дворы, где-то один дом, где-то два, где-то три. Поэтому в целом 25 многоквартирных домов, 15 территорий. Сейчас работы ведутся на 13 территориях, пока две у нас не охвачены. Степень готовности на некоторых до 40%. Наши земляки продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас на Малой Родине в отпуске находится житель аула Кубина Мухаммед Мисходжев. С командиром штурмовой группы накануне вечером встретилась наша съемочная группа о своей службе. Он рассказал моему коллеге Али Баташеву репортажа о военнослужащем. Вы можете посмотреть в наших выпусках вестей. В городах и районах Карачаева Черкесии проходит концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Мероприятие организовано в рамках всероссийской акции «Беречь Россию долгой честь». Московским артистам в погонах удалось найти путь к сердцу зрителей и удивить публику жанровым разнообразием. О том, как принял зритель Карачаева Черкесии артистов, смотрите сегодня в 14.30. Подарок в виде прыжков с парашютом получили 20 ребят от мэра Черкесска за активное участие в военно-патриотической работе, различных соревнованиях, а также несение вахты памяти у мемориала «Огонь вечной славы». Сегодня рано утром они вместе со съемочной группой «Вестей» встречали рассвет в Есентуках, где находится авиационный спортклуб. Накануне они прошли курс обучения у опытных инструкторов. Впечатления юных парашютистов по возвращению в наших следующих выпусках. Сегодня долгожданные выпускные в этом году в Карачаево-Черкесию получают аттестаты 1616 11-классников и 5754 9-классников. Для выпускников подготовили различного рода подарки, балы в разных стилях и специально приглашенные звезды эстрады Северного Кавказа. В Карачаево-Черкесия Днём порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15, в горах местами плюс 3-8, в днём плюс 21-26, в горах местами плюс 12-17. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Днём порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днём плюс 24-26 градусов. Ожидается высокая пожароопасность.